Время – шанс на развитие. Под этим девизом на днях производственное объединение Трек отпраздновало свое 17-летие. Динамичное, развивающееся и растущее – таким видят предприятия горожане. Между тем, рынок Трека давно вырос до масштабов страны этой. Торговые марки доверяют, ее выбирают потребители. Игорь Каблуков пытался выяснить, в чем сходство между развитием предпринимательства в МИАСе и историей становления Трека. А ты, молодой человек, покупаешь у меня, когда вырастешь, замок за две копееки, если не заберут. История предпринимательства в МИАСе возникла одновременно с появлением города в Золотой долине. Небольшой городок рос и развивался не только благодаря заводу, но и благодаря людям, занимающихся собственным бизнесом. Все это начинает расцветать после отмены крепостного права в 1861 году. И как раз в середине, примерно в это время, 19 века, в нашем МИАСе появляется первая женщина-предприниматель. Это Августа Тимофеевна Гридасова. История развития Трека напоминает историкам появление и работу железоскобяной лавки Гридасовой. Бизнесвумен в МИАСе всегда были в почете и вели собственное дело с тахановскими темпами, не отставая от мужчин-предпринимателей. Генеральный директор Трека Елена Подучина за несколько часов до торжественного вечера вернулась с автозавода Volkswagen. С коллегами делится эмоциями и планами. Безусловно, успехов много достигнуто. Безусловно, мы лидеры российской экономики. Но у нас еще более масштабная планка. Быть лидером, вписаться в лидерство мировой экономики. Почему бы не Volkswagen? Это высший пилотаж. В ближайшее время Трек планирует наладить тесное взаимодействие с крупнейшим автоконцерном. Стабильность работы предприятий уже много лет дает уверенность в жизни большому коллективу специалистов. Владимир Соловьев пришел на Трек в 2000 году по совету друга. С тех пор предприятие стало для него надежной опорой. Трек – это все. Это работа, благосостояние. Если бы не Трек, я бы не поднялся на эту высоту в жизни. Не то, что высоту, но ту планочку, которую я себе поставил. На празднике, посвященном 17-летию трека, награды со сцены получили ветераны производства, лучшие по профессии. Благодарность за труд от губернатора, почетные грамоты и благодарственные письма Собрания депутатов вручил Валерий Карпунин. Не забыли в этот вечер и про основателя предприятия. Все фрагменты из жизни Андрея Николаевича Подучина были воссозданы на экране руками необычного художника. В память об этом человеке Трек уже несколько лет учреждает внешнюю премию. Ее обладателями становятся детские творческие и спортивные коллективы города. На этот раз главный приз достался фольклорному ансамблю «Оберег», что еще раз подтверждает связь времен. Эту связь по крупицам восстанавливают участники коллектива. Внутреннюю же премию Андрея Подучина по традиции получают самые достойные трековцы. Поздравлений и теплых слов в этот вечер звучало много, но, пожалуй, самые главные слова – это слова дальнейшего роста и развития предприятия. Уважаемые коллеги, я вас поздравляю с 17-летием. Желаю успехов, желаю стойкости, понимания. Нас ждут высокие цели, нас ждут достаточно амбициозные цели. Но, я думаю, нам все по плечу. 17 лет – это тоже показатель молодой российской экономики. Почему бы не шагнуть дальше, не в мировую экономику? Шагаем, победа будет за нами. Успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!